Всем привет, ребята! Сегодня я покажу вам очень интересный контент, который нужно посмотреть всем холдерам XRP или тем, кто собирается в него инвестировать. Это видео ответит на вопрос, а сможете ли вы, инвестируя в Ripple, а конкретнее XRP, всё ещё стать миллионером. Ведомая своим мощным комьюнити, которая называется Армия XRP, это криптовалюта, наверное, самая противоречивая во всём криптомире. Те, кто любят эту монету, заверяют о её бессмертии и непоколебимой судьбе. А те, кто её ненавидят, говорят о том, что это монета банкиров, которая противоречит всем принципам криптовалюты. В 2017 году любители XRP, безусловно, были на коне, так как цена подпрыгнула выше 3 долларов. Но с тех пор XRP так и не смог достигнуть этого уровня снова. Изменится ли это в 2020 или в 2021, или мы увидим всё то же боковое движение? Сегодня мы углубимся в Ripple, чтобы выяснить это, а также поговорим о том, станете ли вы богатым при инвестировании в XRP. А меня зовут Богатейший Ди, не забудьте поставить лайк перед просмотром, а мы начинаем. Что же такое Ripple? Ripple – это система валовых расчётов в режиме реального времени, обмена валют и сеть денежных переводов, созданная американской технологической компанией Ripple Labs. Ripple стартовал, имея высокие цели, которые в основном относились к банковским денежным переводам. С годами в большинстве своём эти цели были достигнуты. Ripple охотно сотрудничает с банками в 40 странах на всех шести континентах. В дополнение к этому к RippleNet присоединилось более 300 финансовых учреждений. Для понимания всей перспективы, около трети из сотни самых крупных банков в мире по количеству активов тестировали или уже используют трансграничную платёжную технологию Ripple. Обзор пользователей на сайте ripple.com показывает, что более трети крупнейших банков мира пробуют технологию Ripple или уже используют её в обычных бизнес-операциях. Правда, здесь есть один подвох. Не все банки тестируют или используют новейшую платёжную технологию X-Rapid, но полагаются больше на RippleNet, в которой не используется токен XRP. Однако многие банки и партнёры анонсировали долгосрочные планы по переходу на новую технологию в недалёком будущем. Так что эти новости ободряют. Вот некоторые из крупных партнёров Ripple, включая банки и платёжные системы. Более того, в мае 2020 официальный форум монетарных и финансовых учреждений разместил PDF-файл с заголовком «Роль блокчейна в банковском деле», и в этом документе несколько раз упоминался и Ripple. Официальный форум монетарных и финансовых учреждений OMFIF – это независимый форум для центральных банков, экономической политики и государственных инвестиций. В этом разъясняющем документе расследуют влияние блокчейна и технологии распределённого регистра на бизнес-модели финансовых учреждений. Исследование сфокусировалось на вопросе, почему финансовые учреждения внедряют в блокчейн, а также на важном опыте и уроках, которые эти финансовые учреждения вынесли для себя за время тестирования блокчейна. В документе представлены важные интервью с представителями основных глобальных банков и финтех-компаний. Далее цитата «Люди, с которыми мы разговаривали, это специалисты по инновациям и менеджеры, ответственные за практическое использование блокчейна в таких сферах, как трансграничные платежи, финансовая торговля и валютные расчёты». Анализ финтех-регулирования и документов государственной политики тоже дополняют это исследование. Вернёмся в Штаты, где Брайан Брукс, бывший глава правового департамента Coinbase, недавно был назначен исполняющим обязанности контролёра денежного обращения Министерства финансов США. В своём первом официальном акте Брукс заявил, что по его мнению технология блокчейна это фактор, который меняет игру, а биткоин, эфириум и XRP в частности это решение существующих проблем. Что такое управление контролёра денежного обращения? Почему оно так позитивно настроено к криптовалютам и к XRP в частности? Управление контролёра – это независимое управление, входящее в состав Министерства финансов США. Оно занимается регуляцией и аудитом всех национальных сберегательных банков, а также филиалов и отделений зарубежных банков, у которых есть федеральная лицензия. Это означает, что в данный момент Брукс возглавляет федеральную власть, которая ответственна за крупнейшие банки в США. В интервью Forbes Брукс прояснил, что он мог устроить полную встряску финансового мира США и осуществить внедрение блокчейна максимально быстро. В интервью Брукс назвал технологию блокчейна фактором, который меняет правила игры в банковской индустрии. Он как следует объяснил потенциал блокчейна и криптовалют. Блокчейн, по его словам, имеет потенциал к объединению всех видов данных в децентрализованную сеть. То есть он может создать большую, лишенную издержек сеть людей. В блокчейне и криптовалютах есть огромный многообещающий потенциал. Брукс лично отметил три конкретные криптовалюты, как основные примеры потенциала блокчейна и финансовых технологий. А именно, биткоин, эфириум и XRP. Эти криптовалюты он рассматривает для решения множества проблем более чем тысячи финансовых учреждений под его юрисдикцией. Конечно же, многие люди не верят в то, что XRP будет децентрализованным, но похоже, Брукс в это верит. Также Брукс высказал обеспокоенность относительно древних методов, которые используются банками для передачи денег. Если вы пытаетесь переслать деньги из США в Европу, посредством сети SWIFT это занимает три дня, и ваши деньги все это время находятся в зоне риска. Даже когда деньги зачислены, то у вас будет еще комиссия за конвертацию валюты. Но использование цифровой валюты может исключить данные издержки и дополнительные расходы. Читая это, может показаться, что речь идет о технологии Ripple, но само по себе это предположение является чисто спекуляцией. Однако ускорение развития XRP таким образом может стать настоящим шоком, так как Брукс лично упоминал XRP в своих комментариях. Правда в том, что иметь кого-то, как Брайан Брукс, во главе банковского регулирования, это настоящее сумасшествие. Вы же понимаете, что Брайан большой криптоэнтузиаст. Он похож на лису в курятнике. В мае Американское бюро финансовой защиты потребителей одобрило Ripple для использования в трансграничных денежных переводах. В соответствии с отчетом, недавно опубликованным этим бюро, оно исследует новые разработки для рынка денежных переводов, включая цифровые валюты. Бюро финансовой защиты потребителей США, которое играет основную роль в защите американских потребителей в финансовом секторе, писали о продолжающемся росте и расширяющемся партнерстве компаний, таких как Ripple. В отчете также упоминалось об использовании Ripple для расчета трансграничных денежных переводов. Также бюро очень заинтересовано двумя предложениями Ripple – платформой платежных сообщений, которая поддерживает трансграничные денежные переводы, и самой виртуальной валютой XRP, которая может быть использована для эффективных расчетов этих платежей. Так что, ребята, фундаменталы очень хороши. Давайте поговорим о предположениях относительно цены XRP и что может стать фактором, меняющим ситуацию для монеты банкиров. В декабре 2017 года цена XRP выросла на 87% за один день – с 27 центов до 51 цента. Следующая неделя продолжала бить рекорды, и после преодоления барьера в 1 доллар, XRP закончил год на цене более 3 долларов, взлетев на 44 тысячи процентов от цены с начала 2017-го. Бычий забег продолжился в первую неделю января 2018-го, а затем XRP перешел в долительный период падения цены. На данный момент 3,5 доллара является абсолютным историческим максимумом, к которому должен стремиться XRP. Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, предвидит прекрасное будущее для Ripple. Он говорит, что Ripple станет как Амазон в криптоиндустрии к 2025-му году. В интервью 2018-го года он сказал, что все, кто инвестирует в XRP, должны рассчитывать на годы, а не на дни. Гарлингхаус также отметил важность кооперирования с банками и правительством, в отличие от свободолюбивого, нерегулируемого биткоина. Может быть, он в чем-то и прав. Рыночный аналитик Trading Beast не ожидает цену выше 50 центов в следующие 5 лет. Не сильно вдохновляющий прогноз. Смартериум – это новостной сайт, офис которого находится в Силиконовой долине. Он основан в 2017 году, и там публикуются новости, аналитика и информация относительно блокчейна, финтеха и криптовалют. Например, таких как биткоин, эфириум, лайткоин и, конечно же, XRP. Вот что они пишут. Многие эксперты неохотно делают прогноз цены Рипла выше, чем 500 долларов за монету. Однако все изменилось из-за обычно консервативного эксперта, который предполагает, что Рипл может достигнуть цены в 1000 долларов за монету уже через несколько лет. Это Андриас Каплан. У Смартериума есть даже больше бычьих прогнозов для XRP. Однако один из них уже не сбылся. Цена к началу 2020 года достигнет 10-15 долларов за монету. Этот их прогноз себя не оправдал. В 2021 году даже консервативные эксперты предполагают, что XRP может взлететь до 1000 долларов за монету. Смотря еще дальше, в 2030 аналитики Смартериум предполагают взлет Рипла до 2-3 тысяч долларов. Лично для меня это уже совсем что-то из ряда вон выходящее. Конечно же, в долгосрочном сценарии цена XRP может вырастись с внедрением и поддержкой технологических механизмов проведения платежей и валютного обмена для крупных банков и финансовых учреждений. Рипл это большой потенциал также и для частных транзакций. В частности, для микротранзакций. Это обсуждалось командой Рипл, но пока об этом мало слышно. В дополнение у них также есть смарт-контракты, которые находятся в разработке и еще не были выпущены. Объединив это все, в ближайшие годы для Рипла может наступить абсолютный ту-зэ-мун. Не буду скрывать, в этом году XRP меня не раз разочаровывал, но я думаю, что у них все еще достаточно много денег, чтобы не рухнуть. Пишите свое мнение про XRP и его будущую цену в комментариях под видео, что вы об этом думаете. А меня зовут Богатейший Динь, забудьте поставить лайк под это видео, давайте наберем 2000 лайков, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!